Все протестующие совместно с представителями Временного правительства, силовиками и представителями силовых органов, перешедших на сторону народа, направляются к зданию Аккорды. Не отвлекаемся, не дробимся на мелкие группы. Все в сторону здания Аккорды. По дороге на площади перед Аккордой на тот момент будут еще минимум 50 тысяч протестующих. И общая численность протестующих к моменту подхода к Аккорде должна составлять не менее 100 тысяч человек. После подхода к Аккорде протестующие вместе с представителями Временного правительства и силовиками входят в здание Аккорды. В случае нахождения лиц, перечисленных в указе об аресте, силовики производят их арест в Аккорде. Далее представители Временного правительства направляют часть протестующих и достаточное количество силовиков. Аэропорт Астаны и берут его под контроль. По дороге заходят в здание КАЗ Аэронавигации и берут его под контроль. Часть протестующих силовиками остается в здании КАЗ Аэронавигации. Далее, направляются силы к зданиям Комитета национальной безопасности и прокуратуры. Протестующие заходят в них и берут их под контроль. Далее, протестующие идут к зданию КАЗ Медиа Центр телекоммуникационным компаниям Хабар, КТК, Казахстан, а также компаниям, обеспечивающим телефонную связь и интернет, и берут их под контроль. После взятия КАЗ Медиа Центра представители Временного правительства должны выйти в эфир на центральной телевидении и на весь Казахстан заявить о свержении режима и переходе власти в руки Временного правительства. От лица Временного правительства необходимо зачитать указы Временного правительства и огласить срочные экономические решения Временного правительства. Действия в Астане и создание временного правительства приведут к тому, что будут подавлены все очаги сопротивления в крупных городах и населенных пунктах Казахстана. Действия в Астане будут иметь ключевую значимость в смене режима Назарбаева-Тукаева.